Всем привет! С вами Настя Иванова. Я хочу познакомить вас с новостями студенчества. Смотрим! Телеканал Универ ТВ сделает ребенка телезвездой. В университетской клинике обсудили лечение редкого заболевания. Жир может спасти ваше колено. Новое исследование ученых Казанского Федерального. 26 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального пройдут дебаты «Новый генплан Казани. Тупик или прорыв?». В обсуждении примут участие советник мэра, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Казани, архитекторы и многие другие. А теперь к остальным новостям. Стать частью телевидения хотят многие, но не все знают, как именно. Ответ на этот очень простой вопрос – учиться. При этом начинать нужно как можно раньше. О специальном проекте Универ ТВ расскажет Олег Кашин. Если раньше на вопрос, с кем ты хочешь стать, когда вырастешь, дети отвечали врачом, полицейским или пожарным, то сейчас они гордо отвечают телезвездой, ведущим или даже блогером. Без умения вести себя перед камерой, задавать четкие и правильные вопросы, в медиа-среде делать нечего. Но, как и любые другие навыки, эти можно развить и начинать лучше в детстве. Именно поэтому телеканал Универ ТВ организовал телевизионную школу для детей «Телезвезда». Выразовательная программа для детей, школьников, которые хотели бы приобщиться к телевизионному мастерству. Очевидно, что за месяц, конечно, не стать телезвездой, это понятно. И изначально в программе это было написано так, как мастерство телеведущего, начальный уровень. Задачей школы стало научить ребят не бояться камеры, понять суть телевидения, но никак не сделать из них звезд федеральных каналов всего за один месяц. Это как бы прикладной курс, он предполагал изначально именно это. За месяц это невозможно с теорией связать. И мы, собственно говоря, не ставили у них свои задачи сделать из них каких-то корреспондентов, каких-то ведущих авторских программ, об этом речи вообще нет. Речь идет о том, чтобы дети просто поняли, что такое камера, как себя там держать, как можно говорить, какие интонации, какие что-то применить и посмотреть на себя еще со стороны, глазами себя и глазами родителей. Я думаю, что это удалось. Перед тем, как получить заветный сертификат, участники телезвезды сделали свою собственную передачу «Калейдоскоп», которая в скором времени выйдет в эфир «Универ-ТВ». Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, «Универ-Ньюс». Врачи Университетской клиники Казанского федерального исследуют алгоритмы лечения редкого наследственного заболевания. Подробности смотри в сюжете Адели Шамиловой. Семейная гиперхолестеринемия за столь сложным названием скрывается не менее сложное на лечение наследственное заболевание. Но это не приговор. С этой болезнью можно и нужно бороться. В течение болезни гены человека мутируют и приводят к значительному повышению уровня холестерина в крови. Без лечения у больных происходят ранние инфаркты, инсульты и внезапная смерть. Несмотря на то, что это заболевание встречается не очень часто, вопросы лечения данной болезни требуют нестандартных подходов. Их и обсудили на состоявшемся междисциплинарном симпозиуме, который состоялся на площадке университетской клиники КФУ. Мы видим, что наши ученые и коллеги изобрели новый прогрессивный метод профилактики образования атеросклероза сосудов путем снижения холестерина. Поэтому сегодня наши коллеги, врачи собрались для того, чтобы обменяться опытом и узнать, какие новые схемы профилактики и лечения атеросклероза сосудов мы можем сегодня применять в нашей клинической практике. Также в симпозиуме приняли участие врачи-кардиологи со всей России. Потому что все-таки проблемы достаточно значительные. Значительные проблемы, и мы хотим выявить на ранних стадиях заболевания, связанные с генетическими нарушениями в обмене холестерина, в обмене липидов, с тем, чтобы не допустить во взрослом состоянии таких серьезных осложений, как инфаркт миокарда. Возможно ли остановить прогрессирование атеросклероза? На этот вопрос постарался ответить и руководитель кардиологического направления университетской клиники КФУ Гадель Камалов. Фармацевтические компании разрабатывают новые лекарственные препараты, гораздо более мощные, гораздо более эффективные. В любом случае эти лекарственные препараты для нас новые, мы учимся с ними работать, и мы представляем себе, что у нас появится новое оружие, которое позволит бороться с атеросклерозом и у взрослых людей, и у молодых людей. Междисциплинарная конференция в университетской клинике КФУ, в которой приняли участие не только кардиологи, но и ведущие специалисты мирового уровня по лечению гиперхолестеринемии, а также и педиатры, позволила разобрать вопросы ранней диагностики этого заболевания, обсудить алгоритмы лечения и профилактики. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Уинверниус. Задать интересующие вопросы об экологии, узнать все о сохранности окружающей среды, принять участие в интерактивных играх и многое другое – все это можно было сделать в Елабужском институте КФУ, где прошел экологический десант. Подробности далее. Экологический десант на базе Елабужского института Казанского федерального университета начался с выступления юных талантов, которые рассказали о том, как важно беречь природу. Я сама окончила Казанский государственный университет, поэтому мне очень приятно находиться теперь в стенах Елабужского филиала института. Я знаю, что здесь хорошие биологические традиции. Циористы, преподаватели занимаются экологическими исследованиями. Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Стараемся рассказать о тех экологических проблемах, которые существуют у нас в республике. Призывает все государства, всех людей объединиться, сохранить планету такой, какая она есть. Но призывает заниматься не только экологическими проблемами, но и призывает к дружбе, согласию, к миру, к культуре. Открыла официальную часть мероприятия директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Она рассказала о том, что важно с детства формировать у ребенка бережное отношение к природе. Радуюсь сегодня не только как гражданин, не только как мама, но и как руководитель института, потому что здесь, в этом зале, большинство участников – наши студенты, будущие учителя биологии и химии. Мне очень радостно, что сегодня вы получите ответы на некоторые вопросы, которые, конечно же, у вас сегодня есть. Участниками экологического десанта стали преподаватели, учителя, биологи, экологи, работники культуры, а также школьники из лагеря «Интелета». Взрослым рассказали о том, что такое органическая продукция и почему почву Татарстана называют вторым черным золотом в республике. А для юных участников были проведены интерактивные мероприятия на тему экологии. Все желающие могли понаблюдать за лабораторными экспериментами и узнать состав воды, которую пьют, а также плодородность почвы на своем участке. Анна Глазунова, Лада Гельмулина, Денис Сипайлов, Универньюз. Темой номер один остается разгром аргентинцам в Хорватии. Этот матч, который прошел в Нижнем Новгороде, уже называют сенсацией. Команда с Балкана уверенно обыграла титулованных соперников во главе с главной звездой Лионелем Месси 3-0. О том, что же об этом думают фанаты футбола, смотри в следующем сюжете. Объятия, кричалки на разных языках и совместные фото на память в одном ритме с чемпионатом мира по футболу. Сотни тысяч фанатов приехали на большой спортивный праздник. На прилегающих улицах все гости в Мундиале уже вперемешку. Города-организаторы стали сплошной фан-зоной. Каждый день сенсационные матчи, колоссальные разрывы и выход в плей-офф самых неожиданных сборных. 22 июня состоялся матч-сенсация Хорватия-Ликут, Аргентина в трауре. В Нижнем Новгороде состоялся один из самых ярких поединков первенства, который держал напряжение до последнего. Хорваты разгромили аргентинцев 3-0. Латиноамериканцам не помог даже их звездный нападающий Лионелем Месси, на которого после матча было больно смотреть. Мы решили выйти на улицу города и узнать, что же об этом думают фанаты большого футбола. Каждый, с кем загорешь в этой многонациональной толпе, не забывает о неожиданном выходе сборной России в плей-офф. Отличный прогресс. Английская пресса, австралийская пресса пишет, что это очень подозрительно и не съели ли русский допинг. Но вообще, конечно, очень сильно недооценили, похоже, россиян и они удачно выстрелили. Напомним, что впереди еще месяц прекрасного, неповторимого и незабываемого футбола. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Будьте на позитиве. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok